Я приветствую вас на канале Blender Rules и мы продолжаем с вами изучать прекрасный 3D пакет Blender. Сегодня я открываю серию уроков по изучению абакуса. Абакуса это счет. Но счеты у нас будут особенные, виртуальные, не такие как везде на других каналах. И кстати счеты все эти мы создали себе сами. Итак, я открываю счеты, которые есть у меня, которые я создал и начинаю вам напоминать, из чего же они состоят. Первая часть, первая деталь это рамка. Рамка с разделительной полосой. То есть давайте я покажу, если перейти сюда в режим редактирования и выделить вот эти вершины, то мы можем подвигать вот эту полосу. Это называется разделительная полоса. Давайте я здесь включу Screen Case, чтобы можно было видеть, что же я нажимаю. Мышку мы увеличим чуть-чуть. И размер... Давайте какой-нибудь нажмем букву сейчас, букву АГ. Отлично, нормально все. Итак, это разделительная полоса. Разделительная полоса делит наши счеты пополам, по горизонтали. Оставляя таким образом сверху косточки, которые находятся одна на... Каждая одна, каждая на своей оси, на своей спице. Также у нас есть другая сторона, ниже разделительной полосы, которая оставляет ниже по четыре кости на каждой спице. По четыре. Итак, один, два, три, четыре. Если нажать вот сюда, на этот глазик, то мы увидим один, один, один и один. Каждая кость ниже разделительной полосы, будем называть их впредь белая. Каждая кость белого цвета имеет достоинство один. То есть, если мы будем сейчас считать вот здесь, нажав вот сюда, и вот тут значение будем увеличивать, сдвигать таким образом, или включать наш ключ формы, мы будем отсчитывать один, выделим другую кость, два, выделим эту кость, три и четыре. А как же нам посчитать дальше? Как же нам отсчитать опять? Чтобы отсчитать пять, нужно добавить кость с этой стороны, потому что эта кость имеет значение или имеет достоинство пять. Но если мы ее добавим сюда, то у нас будет больше, чем пять, так как вот эти у нас еще есть кости. Значит, эти кости мы возвращаем назад. Обратно. Эту, эту. Теперь нужно выбрать эту, и нужно выбрать эту. У нас было четыре. Дальше мы эти кости убрали обратно и передвинули кость достоинством пять. Теперь нужно считать дальше. Как же будем дальше считать? Шесть. Добавим еще одну. Семь. Добавим еще одну. Восемь. Еще одну. Девять. Еще одну. Итак, у нас было пять. Да? Дальше. Плюс один. Плюс один. Плюс один. И плюс один. Получилось девять. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Теперь нам нужно сделать десять. А теперь мы с вами узнаем, что на этой оси, на этой спице, находятся кости, которые означают единицы. То есть они все имеют значение от единицы до девяти. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Девять. Все. Как только нам нужно отмерить десять, мы должны убрать все эти кости на свои места. Обнулить, так сказать. Обнуляем их на свои места. И выбираем на следующий. То есть если это считать, что это первая спица, то на второй спице у нас будут десятки. И значит мы сюда должны подвинуть одну кость. Десять. А как же отсчитать одиннадцать? Если мы сейчас возьмем эту кость и передвинем ее сюда, то у нас получится двадцать. Так, секундочку. Маленькая заминочка. Итак, стираем. Десять плюс двадцать. Эээ, плюс десять. Пардон. Плюс десять. Вот что получится, если мы сейчас передвинем эти две кости. А если нам нужно отсчитать одиннадцать, как же быть? Мы возвращаем одну кость и оставляем только десять. Здесь надо тоже изменить кое-что, убрать. А теперь, давайте мы это скроем. А теперь, чтобы сделать одиннадцать, нужно выбрать кость, которая находится на оси единиц. То есть здесь находятся все кости достоинством один, два, один, один, один и пять. Выбираем ось, которая содержит кости достоинством один. И добавляем на ней одиннадцать. И получается десять плюс один и равно одиннадцать. Но даже можно и не прибавлять, а просто без плюса и без равно. Просто писать десять плюс один или одиннадцать. Будет то же самое. Десять и один, одиннадцать. А если мы захотим отмерить шестнадцать? Или давайте сделаем так. Десять у нас уже есть. Теперь одиннадцать, да? А дальше посчитать. Давайте посчитаем до шестнадцати. Если есть одиннадцать, нужно добавить еще одну кость там, где есть единицы. Добавляем еще одну кость. Двенадцать. Добавляем еще одну кость. Тринадцать. Добавляем еще одну кость. Четырнадцать. Четырнадцать. И если мы захотим отмерить пятнадцать, то вы уже знаете, что нужно просто эту кость добавить, а эти кости вернуть на место. Но если мы добавим эту кость, а кости эти не вернем, догадайтесь, сколько получится? Правильно, получится девятнадцать. Десять. Пять. Пятнадцать. Получается, мы это откроем. Получается, у нас здесь четырнадцать. Десять. Раз, два, три, четыре. Четырнадцать. И плюс пять. Девятнадцать. Это все, что вы сейчас видите, это девятнадцать. Но я думаю, что для знакомства нам достаточно будет и этих расчетов. А в следующем уроке мы будем с вами прибавлять. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки. Всего вам доброго.